Итак, второй матч запада против востока, на этот раз карта Карпаты. Теперь команды поменялись местами. Команда А это восточная команда Китая, команда Б это западная команда сборка Солянка. Изменения, которые произошли. Во-первых, Айвана заменил Мармиза, он же Козак, который играет вместо пятого среднего танка, теперь 48-м тяжелыми танками. Также Муншедов заменил Квадробоба, играет также первым танковым, как и играл до этого Квадробоб. То есть, сетап у команды запада вообще никак, почти не изменился, кроме одного. Что касается китайской команды, у них меньше стало пехоты, теперь в количестве двух штук. Это восьмой штурмовой и инженер, то есть, косяк остался тот же. Добавилась прежде всего гаубичная арта, панзергренадер и также 105-й ган играет на первом танковом. То есть, они сделали более такой балансный пик, скажем так, с учетом того, чтобы законтрить ПТО своими гаубицами. Ну и потихоньку выбивать тяж танки, ну, другие танки и выбивать пехоту. Посмотрим, что из этого у них получится. Итак, мы загружаемся в битву. Итак, команда запада будет представлена вверху в цифрах красными. Команда востока Китая будет всегда под цифрами синими, ну, где поинты тикают вот в самом верху. Итак, смотрим начало. Западная команда начинает слева в защитном варианте, скорее всего здесь поставят пушки. А справа будет идти атака танков. Что будет по центру, пока что толком неизвестно. Итак, начинается бой. Смотрим за командой Китая. Слева у них идет Б2 плюс пехота. Плюс еще ассистит второй игрок. Они встретят два Т35-х. Посмотрим, что из этого получится, кто кого продавит. На правом фланге также идет максимальная застройка и будет, скорее всего, защитный вариант. То есть, два пассивных... Один фланг пассивный, другой более агрессивный. Посмотрим, что из этого выйдет. Сразу китайская команда пытается захватить дома в городе. И агрессивно действует в городе, плюс машинка там появилась. Вот, засветились первые танки. Потихоньку подбегает пехота, ахуно дает вижен. И слева тоже Муншедов все-таки решил проверить, так сказать, сделать разведку боем. Хорошо залетает самолет по Сашедову от китайского игрока. Сразу бегут медики. Т-35 пытаются продавить как-то Б-2, но вряд ли у них получится. Зато они хорошо теляют пехоту, которую видят. Тем временем на центре происходит небольшой такой налом, но машинка, получив урон, уезжает в резерв. Так, китайская команда штурмует дом, но, скорее всего, она долго это не сможет делать. И западники вернут в себя контроль над своей частью реки, скажем так. Окей, левый фланг. Б-2 уже, я так понимаю, справился с одним Т-35 и теперь добивает второго. Приезжает также у западной команды ПТОшка. Также Базукер успевает дать один залп по Т-35, сбивает ему трак, плюс разрушает башню. Подойдет ли гренадер Ахуна на второй залп? Нет, смотрим, будет ли ПТОшка как-то успешно выбивать или нет. Нет, похоже. Тем временем все-таки китайская команда захватила преимущество в городе. Форсировав реку, вот смотрим, подбег гренадера, дает выстрел, выбивает полностью экипаж. Ну, танк можно будет перезахватить. Идет заезд по З1С, будет ли он успешен или у нас... А, также мы видим у китайской команды здесь флаг. Но что-то она не спешит захватывать его. Игнорирует, как в прошлом матче. Это очень большое упущение с их стороны. Да, ПЗ-1С просто уезжает в другую сторону. Ну, здесь в любом случае достаточно большое количество защиты у западной команды. Тем временем на правом фланге продолжают производиться бункеры в массовых масштабах. Добавляется еще, наверное, пулеметная вышка. Флаг все так же игнорирует и пытается сделать фокус по всей линии фронта, обустроив его китайцам. И захватить именно город. То есть, они не придают, так сказать, своим... Не придают свой план и пытаются максимальный фокус сделать на город. В городе идут размены танков. Вот, буквально в паре метрах стоит пехота, чтобы захватить флаг, но она никуда не движется. Какие-то странные решения на этом фланге применяет китайская команда. Такое ощущение, что они вообще не знают о функционале флага. Пытается построить защитный догаут, чтобы держать территорию. Также вот уже появился догаут с их стороны. Ближе к городу. Западная команда тем временем наращивает силы на правом фланге. Возможно, будет делать какой-то прорыв. Но сейчас будет у западной команды флаг. И будем смотреть, куда она будет атаковать на этот флаг. Если будет. Или может поступит, как китайская команда. Проигнорит. Но я в этом сильно сомневаюсь. Видим метку на миникарте на позицию 3. Пока что в городе идет также разведка уже боем со стороны западной команды. Пытается захватить дом. Выбивается ПТРД. Соответственно, легче будет танкам атаковать. И вот уже появилась стрелочка, где будет атака. За 100 поинтов. Атака будет на вот эти вот укрепленные позиции. Итак, делаем ставки. Смогут ли команда Запада забрать вот это все? Или им придется довольствоваться только наблюдением с бинокля по цели приказа? Видим гаубицу, которая здесь еще стоит. Кроме всех этих бункеров разбомбили вышку. То есть идет уже первая подготовка. Сюда перетягивается зенитка команды Китая. На правом фланге их немного кошмарит Козак на своих маленьких танчиках. Здесь уже Муншедов плюс Ахун. Радами и Т-28 пытаются почистить бункеры или подавить их. Как видим, пехота потихоньку подходит. Как минимум двух игроков. Ахун плюс Солотелла. Выбивается потихоньку пехотом. Сюда подъезжает Тигр. Китайская команда. Интересно, он сможет остановить весь этот раш? Или он будет успешен? Сразу выбивает Т-28. Идет набег пехоты. Но летит самолет, который забирает полностью сквад пехоты. И это очень плохие новости. Но идет забег теперь через мост. Также один игрок отправляет еще левее пехоту. Через реку. Получается идет с двух сторон атака. Приезжают еще пушечки у команды Китая. А также здесь пехота пытается заодно и давить машинкой. Самолеты бомбят все это дело. Одна сплошная вакханалия. Но вроде прорвались до Догаута. Захватить Догаут многого стоит. Так, захватывают Догаут. И захватывают флаг. Команда Запада забрала себе флаг. Плюс 100 поинтов. Теперь она в лидерах находится. Теперь будет попытка здесь закрепиться. Но прибегают огнеметчики, которые скорее все это выкурят. Очень быстро. Если их не зафокусить и не убить. Но их зафокусили и убили. И перемещаемся теперь на центр. Как мы видим, китайская команда захватила первые дома. Пытается их укрепить. Но здесь зенитка Саши Дога. Их немного разминает. Сюда дается какой-то самолет на зенитку. Или мне показалось. Также Догаут со стороны западной команды правее города. Видимо, чтобы был плацдарм для атаки города. Сбоку, как минимум. Тем временем Маргми запытается в темноту заехать своим КВ-1С. У него их много. Он их не жалеет. Но получает 4 залпа от базукеров. И склеивается. Как видим, у китайской команды очень много пехоты. В этом ряду домиков. И еще больше подбегает. Но удастся им закрепиться, когда зенитка так активно работает. Появляется также противоположный Догаут у команды Запада. По сравнению с Китаем. И что мы видим теперь? С одной стороны города под Догауту. И с другой стороны города под Догауту. Скорее всего будут файты за эти вот такие места. Тигр здесь пытался проехать. Но получил залп. И слегка пятится. Как-то он, скажем, не агрессивен совсем. Учитывая, что там засветились только средние танки. Ну и здесь еще, как мы видим, ПТО стоит. Со стороны Запада. Соответственно, Тигру будет здесь нелегко прорваться куда-то. Сейчас, по идее, должен быть уже флаг у одной из команд. Посмотрим. Да, у команды Китая появилась стрелочка флага. Также она потеряла центр. Ну не центр, а вражеский центр, скажем так. И, наверное, будет снова делать атаку. Китайская команда, как мы видим, потеряла также преимущество на правом фланге. И довольствуется только небольшим преимуществом от города и налево. Исходя из миникарты. Но будет ли она нападать на флаг, который находится слева на миникарте? Пока что пытается... Идут легкие такие перестрелки пехоты. Китайская команда также двумя бункерами укрепила город. Ну и пытается прощупать. Вот огнеметчики выкуривают близлежащие дома. И пытаются занять их. Даже пройти дальше. Но их зенитка снова стопнет. То есть зенитка с Ашидогой здесь отлично работает. И вот мы видим флаг. Тигр. Будет ли он заезжать туда вместе с пехотой? Пока что стоит в АФК режиме. Они все так же пытаются играть город. То есть, что мы видим, если так смотреть? Китайская команда разделила трех игроков. Левый фланг, центр и правый фланг. Непонятно только, как играют их игроки на технике. Как будто они разделили... Вот, получил тигрозалп от ПТОшки. Раздал дымы. Дымы и теперь отъезжает назад. То есть флаг они явно не будут брать снова. Как мы видим, техника, скорее всего, так же играет. Правый фланг, левый фланг. А центр занимает только один пехотник. Как-то китайская команда выглядит снова не совсем маневренно. Слишком костно, что ли. Не действует вот именно сообща. А действует каждый на своем каком-то направлении и все. Мармиза пытается атаковать, возможно, зачищая окопы. Но увидел себя соперника в виде тигра, который все-таки приехал на этот фланг. Нет, все-таки они играют, скажем так, перебрасывают на разные части войска. Или, возможно, это тигр другого игрока. Потому как там панзергренадер идет и плюс первый танковый. И там, и там могут быть тигры. И у того, и у того игрока могут быть тигры. Этот тигр действует более агрессивно. Скорее всего, это уже другой игрок. Но я могу ошибаться. Мармиза одел кусты. Но сразу пришлось засветиться из-за набега пехоты. Но которую он успешно чистит. Но придет от арты. Накрывает КВ-1С. И теперь соперников для тигра нет. И китайская команда перезахватывает догаут и идет в атаку. Тем временем снова появляется флаг у команды запада. На том же месте. Почти на том же. Итак, попытка номер 2. Еще раз захватить эту точку. Которая первой была успешной. Будет ли успешной вторая. Сюда подошел БС-3, который уже начинает выбивать огнеметчиков. И другую пехоту. И технику, которая возможно приедет. Тем временем на правом фланге китайская команда продвигается вперед. Она также захватила город. И хорошо там закрепилась. Ну, по крайней мере, удерживает неплохие позиции. Но здесь Мармиза снова на КВ-1С пытается выбить всю пехоту. Остановить пехоту. Но огнеметчик успевает достаточно много нажарить шашлыка. Видим, что тигр прячется против ИС-2 за камнем. И пока что ИС-2 его не пробил. Идет снова атака. Уже более глубокая. И видим, что команда Китая выигрывает плюс 8 поинтов в минуту по территории. Мармиза потихоньку... А, не, Мармиза не отъезжает, а просто перебирается чуть ближе к центру. Заодно защищает пехоту. Также защищает себя от тигра. Китайская команда проходит еще дальше. Интересно, ИС-2 остался на правом фланге или нет? Тем временем... Команда... Да, команда Запада захватила второй флаг. И слегка сократила... Отставание... Отставание... ИС еще, похоже, не засветился. Или нам не... Не, засветился, потому как по нему идет бомбардировка. Туда и так же идет пинг. Очень сильно бомбят ИС-2. Он... И так, что было здесь? Снайперы работают по пехоте. Команды Запада, по пехоте команда Востока. Вот, минус по З1-С, который пытался мансить против ИС-а. Это была... Такая себе задача. Выбивает ИС-2 башню. Теперь ему приходится откатываться назад. К тигру добавляется КТ. Ну, вот сейчас они в теории могли бы продавить. Но они пока что стоят и стреляются издалека. Хотя могли бы вдвоем и пройти вперед. Тем временем, Ахоновская машинка 251-16 огнеметная выкуривает теперь китайскую команду. Но против нее выезжает по З1-С. Но пока что не совсем успешно ее пробивает. Тем временем, очень большие потери Китая идут в городе. просто все выкуривается один за одним. Но выбивает ПТ-РД из бункера. А, нет, из-за бункера эту машинку. Но она себя окупила, думаю, мы вполне. На 25 БР она отыграла явно большего. Тем временем идет атака базукерами на дагаут. Они, скорее всего, с З1-С перебьют там пехотинца сидящего. Видим, что китайцы еще ведут корректировщиков на правый фланг. Как-то они не особо спешат пройти. Даже в преимуществе в технике на этом фланге. Слева более-менее все спокойно. Здесь стоят вышки, бункеры. Стоит БС-3, которая постреливает. Гиринадер бежит, чтобы уничтожить гранаты БС-3. Скорее всего, ему удастся, нет. Арта выбивает экипаж, да, и он докидывает, но не убивает. Он, скорее всего, будет там стоять, просто давать бежу. Тем временем идет атака на левый дагаут с огнеметной машинкой, которая выжигает праведным огнем все полностью. Выжигает также дагаут. В этот дагаут сейчас нельзя зайти, потому как он горит. Из-за этого там сгорят юниты, которые в него сядут. Соответственно, приходится ждать, и территория из-за этого не красится. Но в этот дагаут сразу пытаются запулить Катюшей. Плюс самолеты. И атака вроде с одной стороны успешная, но китайская команда возвращает себе данную точку. Но, сев в нее, юниты сразу умерли. Как мы видим. Также они выкуривают бункер. А на правом фланге идет снова атака. Точнее, закрепление того же. Закрепление дома. Который уже захвачен. И дополнение юнитов в дагаут. А именно, ПТРД. ПТРС там появился. Видимо, чтобы ставить на треки танк. Окей, Мармиза пытается снова атаковать, выкуривая этот дагаут. И уводит один подбитый танк. Слева все так же более статичная, спокойная картинка. Как мы видим, стоит зенитка. Дагаут не захвачен. В основном все файты идут вот за правый дагаут. В данный момент получает КВ-1С от КТ урон. Но не такой сильный. Видимо, немного проскользило. Или это был тигр. Мармиза успешно чистит все это. И собирается дальше ехать. Или будет отступать. Нет, собирается вроде дальше проехать. Нет, ждет пока. Перезахватится. По нему стреляет ПТРС. И все-таки прилет произошел. От чего? От двадцать мучей? Нет, скорее всего, от тигра. Также здесь тигра перестреливает Т-28-й или Т-34-й. Т-28-й. Тут тигра здесь где-то 60% КП. Идет достройка всяких ежей. КТ тоже где-то получил залп. Видимо, от ИСа второго. Идет атака слева. Это у нас Муншедов, скорее всего. На Т-34-м пытается заехать. И стреляет в... В бок тигру. Получает в трак. И его сразу выбивает на шорном. Также еще один Т-34-й едет. Который подчищает пехоту. Переходим на вижен западной команды. После таких залпов Муншедов сразу уезжает. Идет фок... Ну, как по нему сейчас будет фокус. Нет, он все-таки решил вернуться. Идет атака артиллеристами, я так понял, на бункер. Также снайперы пытаются почистить этот бункер. И с второй засветил... И с третей засветился на центре. Потихоньку чистит дома. Ну и ждет себя соперником. Который придет его отстопать. Идет легкое продвижение по левому флангу от команды запада. Базукер пытается остановить. Да, получается выбить Т-34. Но... Сразу умирает. Приезжает еще один Тигр на левый фланг. На Шорн, похоже, уже пропал. Его, скорее всего, выбила ПТОшка. Скажу так, не скорее всего, а точно выбила. Также идет уже по центру от команды запада атака. Форсирование реки. Будет ли оно успешным? Как мы видим, бежит пехота китайской команды, чтобы это все стопнуть. Но учитывая, что там есть еще ИС, то не факт, что получится. Из Дагауда все-таки перестреливают стрелки на бегающую пехоту. И получилось взять только один дом. Теперь на правом фланге пока что идет накопление войск и такое затище. На левом фланге идет атака к панзергренадера китайцев. Который встретил непреодолимое препятствие в виде ежей. Которые он, в принципе, мог бы разобрать солдатами. Но те стреляются. Видим, два тигра сфокусировались на одном фланге. Но здесь пару залпов и нет тигра. Муршедов со второго его забрал. Также он уводит свой разведывательный Т-28, который, скажем так, светил ИСу второму. И оставляет ИСа второго против тигра первого. Здесь, как мы видим, команда Запада перезахватила вражь команды Запад-Востока дагаут. И пытается его укрепить в виде ежей. Чтобы не так удобно было забегать на него. По более большой амплитуде, скажем так. Пехотная перестрелка происходит на правом фланге. Там стоит также зенитка. Бомбят самолеты данный глиндаш. Команда Запада, как мы видим, закрепилась на левой части города. И атакует и на правой даже. Точнее, и в самом городе. И пытается выбить последующие дома. Панзергренадер до сих пор не нашел способа, как пройти вперед. И просто отзывает машинку при виде Т-28, который, по идее, должен забирать его. Т-28 пытается заехать на гору. Попадает, так сказать, тоже в ДТП. И получает залп из Панзерфауста. Счет, как мы видим, в пользу все еще. А, нет. Счет уже в пользу западной команды. Также они набрали достаточно большое преимущество. Плюс 200 поинтов, мы помним, из флагов. Если бы, например, китайская команда забирала также флаги, у нее бы сейчас было 1750 поинтов. То есть разница была бы совсем небольшая в виде 100 поинтов. Ахун на СДК в Зераде пытается выкурить дома. Но выкуривает этот дом именно выстрел ИСА, третьего, если не ошибаюсь. Снова идет подкрепление китайское. В виде еще большего количества пехоты. Но идет атака от мармизы пехотная. К нему навстречу выбегает огнеметчик. Итак, сколько он? Один, два, три. Двоих солдат он точно забрал. Других перестреливают укрепленные солдаты в доме. Тем временем Пантера засветилась на левом фланге. Здесь огоньки мы видим. Ф-22 пытается постреливать по Пантере, но промахивается. На минах взрывается хавтрак панзергренадеров. То есть китайская команда потеряла три красящих панзергенетных пехотинца. К Пантере выезжает КВ-1С плюс Ф-22 ИС второй чуть правее. То есть к Пантере там не будет легкой жизни. На правом фланге мы видим ИС третьей мармизы, который все... Точнее в центре. Который все так же по чуть-чуть репетитивно подкиливает пехоту Китая. То есть ему толком ничего не выставляют. Держат чисто пехотой и тем, что могут забежать базукеры. Из-за домов. Огнеметчик пытается перебраться, наверное, ближе к городу. Потому как он там ничего не сможет сделать. И, как мы видим, очень много пехоты, техники у команды Запада. В то время как у китайской команды стало все намного скуднее. Вдалеке было видно, как огнеметная машинка. Здесь идет залп ИС-БС-3, насколько понимаю. Не-не, это был ИС-2. Вот БС-3 разворачивается. Целится. И сейчас будет, скорее всего, залп. Пробьет или не пробьет? Смотрим. По КТ-шке. Пока что нету выстрела. КТ выбивает ганера. И вот, да, идет выстрел ИС-3 и выбивает сразу башню КТ-шки. Которая теперь пятится назад. Видим, у Китая более редкая картина в плане пехоты. Уже остатки. И учитывая, что осталось полторы минуты до конца боя. И преимущество у западной команды. Уже Мармиза едет в наглую своим ИС-3, можно сказать, вслепую. При том, что у него стоит не стрелять. Вот он сейчас переключил. На нормальный режим. На режим стрельбы. Идет атака от Солотели. Пехоты. Которая уже достаточно глубоко. Также агрессивный заезд. Заезд БС-3. Но, как мы видим, набегает пехота. Очень много пехоты. Это АИ-скват из 7 штук. Или, возможно, из 10. Егери ложатся, чтобы остановить такой набег. И там произошел выстрел из БС-3. Который забрал 4-5 пехотинца китайского игрока. Тем временем, ИС развлекается. Пытается, наверное, выставить арту гаубичную против этого ИСа, чтобы его выбить. Здесь, как мы видим, Ахон уже спокойно катается еще одной огнеметной машинкой. И уже нечего противопоставить. Нет техники, которая будет выбивать эту машинку. Можем смотреть на это очень долго. Как горит огонь. И делается мясо. Вот, наконец-то, бегут базукеры. Смогут ли они убить? Нет. Замечает их Ахон и сжигает. Ну и все. На этом, соответственно, бой заканчивается. Со счетом 2-100 на 1500. В плюс-100 где-то по киллам вышла команда Запада по сравнению с Китаем. Итак, пройдемся сразу по результатам боя. Такс. Как мы видим. Ну, больше всего на дамага Лахун. 28 тысяч. Очень хороший результат. Он очень так много нажег своей пехоты. А ПТО оказалось в этом плане самое менее дамагающее. Потому как урон был в основном по пехоте. Конечно, да. Получали немного залповод. Пантера. Тигр. Нашорн убил. ПТОшник. Ну и в основном убивали пехоту. Пушки. А Хон тем временем. Основной косяк это рафлмена-ветераны. Отлично себя огнеметная машинка показала. Диверсанты тоже отлично. На удивление еще миномет себя проявил. И самолет, который... О, да. Миномет себя проявил. Самолет из первого эшелона. Как мы видим, Ахун играл словно через мотострелка. Вот у него такой набор юнитов. Как будто он играл на мотострелке, а не на первом пехотном. Если не считать диверсантов. Которые, в принципе, тоже все отлично показали. Видим, что Рад себя как-то совсем не оправдал. Но в некоторых моментах он там как минимум давал вижен. И принимал некоторые выстрелы на себя при атаке на флаги. Посмотрим потери. Ну, в основном это пехота. Позабирал вот некоторое количество танков. На первых эшелонах забрал М1 гаубицу плюс Катюшу. Это, скорее всего, было все диверсантами. Переходим дальше. Мармиза Козак вызывал пять. КВ-1С, которые неплохо себя показали. Это его был основной, так сказать, боевой юнит. Агрессивный. Также два ИСа третьих. Вызывал он три раза. То есть один был на починке. Саша Док чувствовал себя в этой игре уже более свободно. Здесь у него снайперы также настреляли. М19 вроде мало нанесла урона, но неплохо держала фронт. Ну и Муншедов, как мне кажется, хорошо себя показал. То есть, где надо было, играл агрессивно, атаковал сразу двумя танками. Т-28 часто светил, а ИС-2 потом, скажем так, по засвету этому стрелял. У китайцев артиллерия гаубичная отыграла слабо. Слабо. Хоть она и выбивала вот М1 жирный, но как-то слабовато. Плюс только две гаубицы они вызывали. Этих жирных. Могли бы, в принципе, сыграть немного иначе и больше гаубиц вызвать. Возможно, было бы эффективнее. Но, учитывая, что нужно держать фронт, это оказалось маловато. Вот эта гаубица очень слабо показала. Мне кажется, ее не имеет смысла брать как минимум на первый эшелон. Зенитка, скорее всего, поработала по пехоте. М1, это вообще полковушка, оказалась бесполезной в целом. Штурмовик. Штурмовик отыграл у него Катюша. В целом, неплохо надамагала. Самолет и огнеметчики ПТРД. Элитной пехоты у него что-то совсем не видно было. Первый танковый. А, нет, мы сначала смотрим на инженера. Инженер. Ничего выдающегося. Хоть и урона у него много по итогу оказалось. Но штурмовик в этом бою, который предыдущий, набил больше урона, чем в прошлом. Как мы видим. Тогда он вообще ужасно отыграл. 105-й ганг, как он себя проявил. По сравнению с панцергренадером, ну, он лучше отыграл явно. У него эффективнее всего был Б2. Ну и в основном он, как видим, через тигры сыграл. Также у него почему-то есть одна пантера. А вот панцергренадер засунул, если не ошибаюсь, КТшку. Мне кажется, панцергренадер очень слабовато отыграл. Из-за того, что неактивно. Скорее всего, именно панцергренадер был малоактивный танкист. Из-за этого китайской команде немного не хватило прессинга. Да, мы видим, вот у него на шорн Китай. То есть он играл такой более стопающего игрока. Ну и на этом все. Субтитры делал DimaTorzok